Кринш или краш? Время пришло, и мы расстаемся. Моменты жизни! Ну, не свезло, не фартануло. А я почему-то думала, что он зеленый будет. Я же серый заказала. Привет, ребята, опять. Меня по-прежнему зовут Дарья. И в руках у меня сегодня нет укулеле, потому что это новый выпуск. Моменты жизни. И, как всегда, уже июль месяц на дворе. Моменты жизни уходят за май, но в этом, собственно, и есть вся Дарья. Моменты жизни не становятся хуже, поэтому, как всегда, и как обычно, садись поудобнее. И погнали смотреть! Моменты жизни. Короче, я скупила ноутбук, и проблема в том, чтобы начать работать в ноутбуке, мне надо принести все вот это добро в ноутбук. Чтобы это все перевести, мне нужно смонтировать моменты жизни за февраль. И то есть сейчас я одновременно монтирую моменты жизни за февраль. И скачиваю, устанавливаю всякие приложухи. Помимо двух ноутбуков у меня два телефона. И я могу вот такая, типа, алло, причем наушнику везу. Алло, 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 продавай обшор. И вот так вот еще, вот так вот делать, еще вот так вот делать. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И вот так вот отвечать. Много функциональности, дорогие друзья. Понимаешь, это так не работает. Алло, да, да, секунду, я тебе там что-то, ну вот так, подожди, повеси секунду. Да, подожди, да, ага. Вот так вот. Вот так вот. В общем, друзья, сегодня у нас был шоппинг. Я купила себе вот такую вот джинсовку. У меня никогда не было джинсовки, прикиньте, за 22 года почти. Ты посмотрите, я из 90-х. Casual look, стиль. Не было джинсовки, которые с такими этими... Бусинки разные, клеены. Не было такой? Нет. А у тебя было? У меня, да. У вас было? У меня были эти точки разные. Ну, посмотрите, как есть селяга. Тебе можно сюда, зайчики сюда... Конечно, у меня целый ворох. Да, блин, круто же, кидайте мне огня, если я вас селяю, девчонка, огня. Моменты в жизни. Ребят, мы что-то давно не снимали для моментов жизни, все что-то для инстаграм. Последние новости, что у нас происходит. Я подсела на вот такие вот шапочки, Бима еще больше стала, дерзкой чикулькой у нас. И я заболела. Я не знаю, как это получилось, в Питере стало тепло. Ну, мой организм привык-то идти в пуховике, я пошла в пальто, хотя я была тепло одета. Мама, я была тепло одета. Но я простыла. Но не свезло, не фартанула. Мне Мария сказала, чтобы не было никакого гайморита, потому что у меня был не самый лучший опыт. А говорит, давай попари. Ну, типа попари, я такая, ну попарим сейчас что? И у нас нету ни кастрюли, ни картошка. Ну, картошка есть варить, ее надо как бы, но зачем нам варить, мы ее все равно не доедим. Юлечка, будешь парить? Включайте кальянный рэп, сейчас будем парить. Давай, парим. Через нос дашь дыши. Откуда ты знаешь, что я не дышу через нос? Ты че ж говоришь? Блин. Для девочек кальянный рэпчек. Качает? Моришка диджей. Диджей моришка. Диджей моришка. Старик. Вот реально бастыка с нами. Что? Привет, друзья. У нас сегодня мы прям с вами рубрика в рубрике. Потому что у нас сейчас будет с вами анбоксинг. Боксинг, Адари. Мне пришел мой тренч. Сейчас мы его откроем, посмотрим, делаем анбоксинг. Я скажу, что вердикт стоит брать, не стоит брать. Такс. Пришел вот в таком чекле. А, тут можно... А, это много... Многоразовая штучка. Сразу по ощущениям ткань такая плотная. А, пахнет новым. Даже Никита еще не прикиньте. Ладно, сейчас она уйдет, но покрасивей ничем. Да. Лё, это как у моей мамы. Что там делаешь? Пойдем рыбачить. А что не такое? Я почему-то думала, что он зеленый будет. Я же серый заказала. Давай покрутись. Покрутись. Шопера не хватает. И стаканчик, и вообще будет пидр с девчонкой. Ты шаришь. Книгу взяла, я же начинала. Куда села? Я сейчас туда сяду. Ты вообще-то прогуливаешься по питью радио. Ах, хочу теперь подсесть. Куда? Пашу бери ноги. Ногу на ногу. Задумчивый взгляд. Девочки, что мне не говорите? Шопер же не видно. Бим. Джекпот. Отцо апночетая. Хоу мия. Главное, что была семья. Вера в чудо. Дыхание. Дыши. Юля, что-то там нашла в ТикТоке. Говорит, подопытный кролик, кто будет? Короче, нагнись. А, я вижу. Работает, не работает? И что это? Так, давай, вставай. Машулька. А ну-ка, я хочу теперь тоже. И выпрямись. Что-то как горбатая гора, как Бима. Ну, чуть-чуть не хватает, не хватает. Чуть-чуть. Моменты в жизни. А, что случилось? Что ты сегодня такая злая? Сегодня же Пасха. А я, кстати, воросаду. Второй год подряд у меня какой-то... Не получается, не фортит, да? Да, я вчера убрала пакеты, и кое-кто... А чем уходим? Парел с земли, поел мои цветы. Потом этими грязными лапами еще по столу походила. Тебе не стыдно? Куда бежишь, если я с тобой не разговариваю? Я сказала, стой. Мы сейчас с Юлей поехали на какое-то шоу дрона. В итоге она захотела писать. Мы пошли искать первую попавшую снимку. Понимали, это все закончилось до того, как мы нашли вообще, где писать, куда писать. Вот мы и не нашли, и оно все закончилось. Это там 4 картинки было. Все, как твоя презентация. Зато смотри кукурузину, как хорошо он видно эту. Слова дня. Кукурузина. Дрон летит, пожалуйста. Он улетает. Там реально дрон летит. Мы летаем. Все, ребята, по домам. Маше на день рождения мы делали всякие штучки, поделки из бисера, и я ляпнула в своих сторисах, что хотите. Я сделала туториал. Как же это все делать? Но проблема в том, что у нас очень некрасивый стол. Проблема в том, что вы захотели. Проблема в том, что вы захотели. Ну нет, это даже не проблема. Это даже очень хорошо, что вы захотели. Но у нас некрасивый стол, и поэтому мы решили его перелакировать, переделать чтобы было все красиво серебряный поэтому мы сейчас готовимся настолько сильно готовить чтобы снять вам туторию мы сейчас будем делать апгрейд вот этого стола рандомный факт по татарски стол будет сталь сейчас . задача будет намочить старого потому что он отходит прямо от одного прикосновения моего сейчас мочим это все обкурим чтобы потом конечно лакировать лакировать мы будем цветом мы посвящались силе и мы хотим его сделать темным богатого богатом покер хороша берет знатные такими считать по я чистого она не трогаю его пошкурили обезжирили сразу нас пропал затем полного высыхания начнем баламутить, красить. Один, наверное, нам маску надо налить. Ты керосином проходил на своей модели? А, это керосин был? Третий этап нашего покраса лампаса стола. Как раз, что будем красить. Давай, первый штрих. О, вообще умная. Ну-ка, с ну-ка. Мы с Юлей покрасили в три слоя. И обратите внимание, как намного лучше стало выглядеть, чем было до этого. Из-за того, что этот стол старый, есть какие-то разводы, пятна, но это намного лучше, что было. Теперь мы можем делать для вас видос про бисер. Смотрите, лайки, комментируйте. Ну, я считаю, что бюджетно и красиво. Это стиль. Давай такую съемку. Тебе лампаса. Это намного лучше. Ты посмотри, как блестит. Да, и при этом, короче, гладкий. Шероховато-гладкий. То есть он единым полотном. Вы только посмотрите, какая фактура этого советского стола. Икея плачет в сторонке, потому что у нас столько найс. Понимаешь, что не высох. Моменты в жизни. Стол там мы вчера покрасили. Накупили различного бисера. Сейчас девочки готовятся снимать DIY по бисеру. Маришка, вам дополнительным образом мастер-класс подготовить для сложности. Вот она любит у нас сложно что-то делать. Я буду вам показывать обычные вот такие. Вот такие я буду вам показывать ромашки. Очень даже симпатичные. Нормально. Ты можешь сидеть нормально. Таких тогда. Таких тогда. А ты ходила в детственном бисероплетении? А я ходила. Я проходила, плела мышек всяких. Ну я реально думала, что в Питере все так живут. Оказалось, нет. Моменты в жизни. У меня есть клевые старые ботинки, но проблема в том, что там у них сломались язычок, собачка. Я не могу сейчас с этим играть. Снять ботинок. Мария пришла ко мне на помощь, чтобы его снять. Я его починила. Она его починила, теперь я смогу снять. Согащайтесь. Как тут без Марии? Я уже тут с раком-краком всяким-всяким. Пала я. Что ты мне дашь за этот попыт? Попыт, симпл, димпл. Добавляй. Нифига, добавляй. Добавляй. Рыбок в Сашинах. Они уже мертвые. Три штуки там больше нет. Я согласна. Что вы мне дадите за этот попыт? Что за зоопарк? Это сквиш. Вот такой сквиш. Слушай, а реально, Джордж, это не попыт, это сквиш, потому что это... Мы так вот посажем его. Вот это поэто, это симпл, димпл. Ой, какой симпл? Нет, вот это симпл, димпл. Вы видели ее? Какая она симпл? Она попыт. В чем разница вообще? Попыт это, ну... Она у нас попыт, она не симпл. Она очень вери хард. Нет, она разная. Она разная, симпл, димпл, это разная. Попыт вот, и сквиш. Ну, это реально сквиш. Время. Время пришло. И мы расстаемся. Так, смотри, на нас пимочка. Смотри. Это попыт. Что, как сахало это? Нет, она не сахало, пимочка. Она не понимает, что это. Как настоящие патриотки, мы пришли смотреть салют на 9 мая, потому что... Сейчас, чтобы вы понимали, без десяти. Без десяти... Как ты сказала? Погоням, погоням. Через десять минут без десяти десять. Юля, будешь много выгопениваться, и все. Не дам попыт. Мы пришли смотреть на салют, пока смотрим на воду. Народа на мосту очень-очень много. Без пяти, без пяти десять, и на улице так шутло. Через пять минут без пяти. Юля, кребетня, салют пошел, я вам обязана же это показать. Миллионы горят. Юля вообще попросилась фоткать, сказать, что... На фоне богатства. На фоне богатства, на фоне денег. Телевизор, наш дом, и не телевизор. Юля, ну, пока пиротехника, ну, такое, не захватывает. Экшена не хватает. У нас настолько пошло бисерное творчество, что мы сейчас наводим... Как это называется? Учет. Ревизию, учет. Пойдем... Интраверизация. Инвентаризация. Инвентаризация. Все верно, спасибо. Сейчас пишем списочек, что нам нужно купить, что у нас есть. И вот пойдем в искусницу покупать, докупать. Синевый, глянцевый, но его чуть-чуть. Вот, розовый, первомутровый есть, темно-голубой есть. Пришла, значит, посидеть, попить какао в центр Питера по красоте. Вот смотрите, какие. Опа! Опа! Да, это вот так вот. Вы представляете, рядом ко мне подсела вот эта девушка с красивой челкой, шарит за тик-ток. Что ты мне дашь за попыт? А я симпл-димпл, как они там называются? Молодец, молодец, как учили, симпл-димпл. Я не шарю в этом, если что я... А сквиш, у тебя есть сквиш? Я по пружинкам и с лизунам. Девушка, у вас песок там... А тамагочью ты взяла с собой? Да, тряс. Забыла тогда заполнить анкетку друзей, потому что я ее не взяла с собой. Все, все, теперь мы настоящие с тобой друзья. Да, теперь ты в моей анкетке. Сейчас у нас шоу-рум на лавке. Я показываю все свое богатство, которое я навязала, наплела на тушке. Вот, она сейчас выбирает, что ей нравится. Ну, ты померяй на все пальцы. Все, что лезет, то и полезет. Ну да, вы посмотрите, луки как сочетаются, не сочетаются. Может, все-таки носите-то? Кто-то из них плохо закрыл дверь. И мне пришлось сначала звонить Маше, которая в душе. А Маша не может открыть дверь. Мне пришлось звонить Юле. Теперь я Юлю благодарю от всего сердца. Я тоже. Спасибо, Юля, что открыла. Открыла мне дверь. Еще раз. Спасибо. Если вас дома так не встречают домашние, то я вообще не вижу смысла так жить. Моменты жизни. Хочу с вами поделиться одной новостью о том, что я купила себе наконец-таки новую камеру. Вы же спросите, Дарья, ты же чинила свою старую? Не, ну да. Я ее уже на протяжении трех лет пытаюсь починить. Она, если что, точно такая же, только черная, а я купила белая. Мне надоело ждать, уже реально, на протяжении трех лет пытаюсь ее починить. Мне еще никак не могут починить. Я давала уже в шесть. Сейчас, секундочку, аж пальцев не хватает. В шесть сервисных центров. Все постоянно меня как-то облапушивают. Говорят, сейчас, сейчас, сейчас мы ее сделаем. В итоге мне не могут ее починить, то деталь с браком, то еще что-то. Я психанула, купила новую камеру. Вот теперь эта малышка со мной. Но когда, я надеюсь, может быть, через 300 миллионов лет мне починят мою, черненькую такую, тогда я смогу сделать многокамерную съемку. Благодаря тому, что это одинаковые камеры, то у меня не будет перепада в настройках, перепада в картинке. Поэтому мы надеемся на лучшее. А так, я очень довольна. Я уже на нее начала снимать. Эта картинка действительно стала лучше, чем снимать на фронталку айфона. Вот, короче, я супер рада. Теперь я смогу поехать к родителям, не переживать за качество роликов. Одни плюсы, но минусы в моем кошельке. Ну, давай, короче, сегодня машулька у нас не домогает. Мы говорим, что погода меняется. Она говорит, что у нее старость. И она меряет. Мне не нравится. Тебе не надо говорить, когда ты это давление меряешь. Кофе, ехали, бни. А это, ну, она на сколько низкая? Она, типа, очень много низкая? Мне с удовольствием на 80 на рот. Ну, кофе, хлебни. Нанечка, лепь. Ой, как будто ты так рано ложишься спать. Ну, кого ты обманываешь? Я саму себя. Можно время мерять? Давай. Я всегда боюсь, почему ты меряешь давление. Не знаю, вдруг покажут, что плохое. Ставим вставки. Круть даже давление. Окей, сердце тук-тук-тук. Что с тобой одинаковое давление? Такое чувство себя потрясающе. Мне кажется, ты устала. Ну, давай, давай. А то мне сейчас голова заболела сразу. 21 года, 40 лет. 120 на 70, 130 на 80. Дубль два, девочки. Сейчас будем перемерять, потому что мы погуглили. Пару обожей опоздала там про давление, когда раз заказывали. Я до сих пор не знаю, какую норму. Я просто всегда волнуюсь, когда я мерю давление. Мне кажется, это некорректно. Может, потеряйки сегодня? Может, это проблема у нас, а не в тонометре? Сейчас иду домой, подхожу к подъезду, а там вот эти две мадамы в окне. Типа хозяюшки, а? Как говорил великий Егор Шип, делай вдох, пахнет Диор. Я искала тебе вечность в этот Диор. Помните, мы купили вот эту маску мне с ТикТоком? Логотип ТикТока. И я купила еще в довесок носки с ТикТоком. И в своем Инстаграме я сказала, что сделаю целую фотосессию в этом ТикТоковском луге. Вот, пожалуйста. Давайте, говорите, кринш это или краш? Блин, я даже не могу сказать. Это настолько плохо, что уж хорошо. Куда же ты рады, что ушла-то? Моменты в жизни Сейчас Бима в шоке из-за того, что начался дождь. Со вчерашнего вечера все это грохочет, прям льет, лил пип. А я до сих пор не могу привыкнуть о том, что лето... Это летний дождь, а я не привыкла. Я до сих пор нахожу в ходе не потому, что холодно, на улице наоборот жарко. Я просто не привыкла. Моменты в жизни Иду я, значит, домой, а ключа у меня нет. И они смотрят в окно и не хотят подкрывать. Мне дверь, вы представляете? Кто ты? Что ты там смотришь? Моменты в жизни Ребята, откройте мне, пожалуйста, дверь. Мама, папа и я. А я кто? Что ты снимаешь? Короче, я сейчас решила пить воды. Наливаю в стакан. Беру, а стакан остается у меня в руках. Это Саша? Это мой. Я не понимаю. Ты горячее наливала? Нет, ничего не наливала. Типа я наливала с этого графина. Я сейчас такая бруда, думаю, блин, сушняк хочу попить. Кринш или краш? Причем стакан-то хороший. Это наш стакан водный. Русь, умничка, молодец. Здесь мы расписали. Мы сейчас играли вон, и мы не смогли с Юлей выиграть кто-то из нас. У меня оказались вот такие карты. У Юли вот такие. Мы играем последний раз в эти два месяца, потому что я уезжаю. Это вы, а мы... Ну, это я, а вы. Сашуля, край. Я уезжаю в Челны на два месяца к родителям, и сейчас мы собираем мне мою ручную кладку. Очень много различных зарядок, и, по сути, вещей я не особо беру. Мне в тот раз помогала Мария все это упаковать, потому что у нее золотые ручки. Она когда так это делает, как конструктор, и прямо еще место остается. Встретимся в аэропорту. Ну вот и прощаемся мы с Юлей. Почему ты со мной прощаешься? Мы с тобой еще не прощаемся. С Машулечкой и с Бимочкой. Она хотела поиграть в смартфон. У тебя есть игры? А, аэропорт! Мы летим с Юлей, мы ставили ставки. Как далеко мы будем? Так, по сути, мы получатся реально метры друг от друга. У меня место 15B или 15D. Мы на расстоянии в одно кресло. Моменты жизни. Я уже приехала к родителям. Сейчас вам покажу небольшой рум-тур, девочки, пока я буду тут находиться у родителей. В общем, вот такая вот комнатуречка у меня. Что вы понимали, когда я приезжала 9 месяцев назад, к ним тут не было вообще ничего. То есть тут были только стены. И сейчас вот такая красота. Самое забавное, самое клевое для меня это вот этот вот потолок. Диванчик принесли снизу. Вот такой вот пол у нас, даже не скрипучий, представляете? Мамулька сшила шторы. Вот такой стол отец купил. Причем, смотрите, какой добротный, какая ширина. Не то, что ваша Икея. Вот такой вот удобный, комфортный стул, чтобы я не сидела на табуретке. Конечно же, тумбочки для всех моих зарядок, потому что, как вы видели, я очень много взяла зарядок. И телевизор. Хотя я не смотрю телевизор, но ладно, тоже неплохо, хорошо. Это как пандыра. У меня прическа такая приколдесная на ветру. Пришла парикмахерская, а это значит, что больше не будет вот этих вот волос. Давайте все, будем их вспоминать с теплотой души. До свидания. Как вы помните, в том году я впервые очень коротко постриглась. Затем я впервые покрасилась. И сейчас, вы посмотрите, это кудряшка Дарья. На самом деле, давным-давно хотела попробовать. Когда я заплетаю вот этой вот плойкой, у меня не держится локон. Но я решила пойти в банк и сделать химку. Но мне, например, нравится. Вот на данный момент это вообще очень прикольно. Смотрите, как выглядит прям cute girl. Вообще, напишите в комментариях, как вам моя новая прическа. Потому что мне прям очень нравится. Пусть они пока такие вот неуклюжие, не уложенные. Но я буду вот так вот собирать. Я вообще буду как пудель. Это моя мечта. Кудрявые люди хотят, чтобы у них были прямые волосы. А у кого прямые волосы хотят, чтобы были кудрявые. Блин, это так прикольно. Я так сейчас, мне так рада. Приехала, значит, к родителям без штатива. И такая, думаю, блин, как я буду снимать? Заказала вот на Казан Экспресс штативчик. И у них была акция на поп-иты, ребята. Поэтому это сейчас будет у нас обзор анбоксинг на поп-ит. Прикол в том, что с ним шел какой-то скрипыш. Это коллекция скрипышей. Всем привет с меня, коллекция скрипышей. И сейчас у нас с вами будет распаковочка поп-ита. У меня все ученики говорят про этот поп-ит. И говорят, вступай в клан поп-ита. Что-то мне даже за поп-ит. А я, ну, как бы, не до конца понимаю, что такое поп-ит. И сейчас мы будем с вами пробовать. Я так понимаю, надо вот нажимать. А где вот этот звук хлюпанья? Ну, типа А. Куториал для бумеров. Чтобы он у вас хлюпал, вам нужно... Как я поняла, тут есть какая-то сторона. Вот эта сторона. Вот вы нажимаете, и особо ничего не происходит. Ну, типа, если не до конца нажмете, будете вот это. Но это не то. А нужно вот это все нажать. Далее мы просто нажимаем... О! Пум! Получается это бесконечная пупырка. Оп-оп. Ну, на самом деле, прикольная штука. Мне пока очень заходит. А если вот все подряд сделать? Ну-ка. Кайф! И давайте теперь откроем этот скрипыш. Что там в этом скрипыше? На самом деле, вообще не знаю, что такое скрипыш. Этой штуркой можно завязать какие-то шнуры, кроссовки. Или это еще штерка какая-то? Не понимаю. Короче, все, давайте, открываем. Открываем. И это... Какая-то штука. Ну, вот. Прикиньте, потом мне напишите в комментариях, что это какой-то суперредкий. Вот моя коллекция скрипышей. Йоу! Возьмете мне их себе в пупытерки? Я хочу у вас в пупыт-хаус. Моменты в жизни. Сегодняшняя тема нашего собрания и совещания — это поездка на море. Мы сегодня обсудим, когда мы будем покупать билеты. И Юля говорит, возьмем с тобой тушенку. Саша, а где ты такую маску нашел? У нас конференция всего 40 минут. И мы что делаем? Мы не делаем фон. Я типа уже в Абхазии. Саша, типа... Типа забивай. Ой, я не могу. Ор. Ну, если тебе понравилось этот видосик, то обязательно поставь лайк. Напиши в комментариях, что у тебя ново происходит этим летом, и как тебе моменты жизни, какой момент тебе больше понравился. Обязательно все пиши, прочту. Ну, а для тех любителей влогового формата, на канале у меня есть целый плейлист с этими моментами. Обязательно почекай и посмотри. На меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok